Приветствую вас, Ксения. Ну, конечно, ваши вопросы лучше бы обсуждать в формате консультации, а не текстового вопроса, потому что много достаточно нюансов есть. Вот, но я всё же постараюсь вам ответить. Итак, я уверен, что папа со своей матерью будет настроить ребёнка против меня как-нибудь в такой ситуации и предотвратить то, чтобы они мне смогли настроить ребёнка против меня. Я думаю, единственное, что вы можете здесь сделать, это быть искренней и честной, как сама с собой, так и с ребёнком. Если ребёнку будет устраивать ваша позиция, если ребёнку будет импонировать то, что вы делаете, то никто его ни в чем не переубедит, потому что вы честны. Ведь все, кто настраивает против, будут, как правило, давить на именно какие-то противоречия, мол, она говорит так, а делает вот так. Ну, если вы будете честны с собой и с ребёнком, вам это не грабит. Какую мне выработать стратегию, чтобы уменьшить все конфликты? Да никакой, в принципе, стратегии здесь нет. Вы понимаете, что мужчина, он ведь, очевидно, держит своё задетое самолюбие. И очевидно, что вы его как-то унизили чем-то вот в процессе, скажем так, развода. Вот. Поэтому, я думаю, что ничего здесь не сделать, никакой стратегии здесь не будет, что не может. Опять же, просто быть честной, открытой, высказывать свои чувства, говорить о них, не скрывая, не пытаться кого-то играть. Там ещё, ну, освоить технику Я-сообщений, например. То есть, вот почитайте в интернете про Я-сообщения, там будет, в принципе, всё более-менее понятно. Дальше. Так, может, Я-драпа стану вступки папой, теперь он будет от меня требовать отступить им, а он в свою очередь этого делать не будет. Он так и будет. Ну, нет, почему? Опять же, никто не сможет от вас ничего требовать против вашей воли, понимаете? То есть, вот, мне почему-то кажется, что вы не очень верный себе человек, и нет у вас, как бы, такой вот, своей единой позиции. Потому что, есть решение суда, которое, ну, чётко прописывало, что отцу можно забирать ребёнка с трёх лет, да? Вот. Как вас задевало то, что делал отец, ну, не совсем понятно. То есть, для чего вы на уступки пошли? Какими словами мне переубеждать дочку, что мама не такая плохая, как папа говорит? Ну, я, вы, на самом деле, дублируете свой вопрос, потому что, ну, отчасти, потому что, понимаете? Вам самой необходимо перестать себя оценивать, и самой необходимо выражать, именно выражать свои чувства, свои эмоции, да, свои переживания искренним. Вот. Если вы будете это делать, если вы будете это делать, то проблем никаких не будет у вас. И не нужно никого переубеждать, что вы не плохая. Достаточно, чтобы вы сами в себя верили. Достаточно, чтобы вы сами принимали себя такой, какая вы есть. И достаточно, чтобы вы сами ценили себя такой, какая вы есть. И всё. Это достаточно, в принципе. Какой мне здесь взять тактику и позиции? Давать отпор или всегда потакать? Кому? Дочке? Опять же, если вы говорите про дочь, то здесь очень важно, чтобы вы действовали в соответствии со своими чувствами. Чтобы вы доносили ребёнку, чтобы вы доносили ребёнку, что вы чего-то хотите, что вам что-то нужно. Понимаете? Какая штука. Вот. Чтобы не просто давать отпор, да, не просто какая-то вот такая вот стратегическая тактика, да. А именно, чтобы это было всё-таки больше эмоциональная, да, больше такая духовная связь. Вот. Такая вот история. И обязательная проработка развода, обязательная проработка травмы после развода. Потому что любой развод – это травма, и тот опыт, который вы вынесли, и который вы, на мой взгляд, продолжаете выносить, он, вот, очень негативный для вас. То есть обязательная проработка последствий развода и почему вы развелись. Всё, мне кажется, что вы пытаетесь вот сами себя, Ксения, и нас в том числе убедить в том, что вы хорошая мать. То есть вы, есть ощущение, что сомневаетесь, вот, вы сомневаетесь в том, насколько вы действительно хорошая мать. В этом направлении нужно работать, если вы сомневаетесь в том, насколько вы хорошая мать, да, если вы в этом сомневаетесь, то это вопрос, как бы, ну, к вам. Да. Да. Вот вопрос к вам. Почему вы сомневаетесь? В том, что вы хорошая мать. Что на это указывает, что вы плохая мать. Вот. Я думаю, так. Такой, я думаю, можно дать вам ответ. На вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.